Как вы все знаете, в прошедший четверг в игре стал доступен первый премиальный набор партнерского клуба в Ефутбол, а именно набор, посвященный игрокам лондонского арсенала. Тот самый контент, который мы ожидали еще в начале месяца, но получили по сути под конец октября. И в этом году с этими паками происходит интересная ситуация, потому что от концепции подобных наборов Konami не отказались, но решили немножко изменить свой подход к релизу этих паков. Об этом и не только, сегодня и предлагаю поговорить. Обсудим новый пак арсенала поподробнее, в чем его плюсы и в чем его минусы, и когда стоит ожидать другие паки партнерских клубов. Несмотря на все это сотрудничество с киберспортивным подразделением FIFA, проводимые вместе с ними ивенты, киберспортивные мероприятия, турниры, Konami тем не менее не отказывается от концепции своих внутренних киберспортивных турниров. И точно так же, как и в предыдущих годах, в прошлых частях Ефутбол, в нынешней части пройдет соответствующий Ефутбол Чемпионшип 2025, который в свою очередь объединит под своим крылом всем нам известные партнерские команды. Милан, Манчестер Юнайтед, Бавария, Интер и как раз таки Арсенал. И к предстоящему Ефутбол Чемпионшип и привязан новоиспеченный пак лондонского Арсенала. И получается интересная ситуация, ведь если в прошлом году аналогичные паки были по сути контентом отдельно взятого сезона в игре, то есть стартовал новый сезон, и в качестве контента с этим сезоном в игре появились соответствующие паки, то в этом году ситуация несколько иная, что в лишний раз подтверждает тот факт, что Konami, судя по всему, действительно отказались от концепции сезонов в игре, после того, как отменили нумерацию самой Ефутбол. Несмотря на все эти слухи вот того же Гальвани, что первый сезон в игре может стартовать с недели на неделю, по сути ничего подобного мы до сих пор не наблюдаем, а с момента релиза Ефутбол 2025, я имею ввиду, прошло уже около полутора, а может быть даже и больше месяцев. Поэтому в этом году подобные премиум паки будут неотъемлемой частью как разки проводимого Ефутбол Чемпионшип. Но, к сожалению для кого-то, как в прошлом году, получить все паки сразу не получится. Konami, по сути, растянули это удовольствие на полгода, поскольку первый этап, который посвящен Арсеналу, он стартует буквально на этой неделе, или уже даже стартовал, потому что ролик записывается немножко заранее. Этапы данного турнира, посвященные другим партнерским командам, стартуют сильно позже. Таким образом, этап Барселоны стартует 21 ноября, этап Милана стартует 28 ноября, после чего мы полностью вычеркиваем декабрь, в нем отсутствует как таковая дата. Этап, посвященный Юнайтеду, стартует 16 января, этап Баварии стартует 20 февраля, и Интер закрывает всю эту компашку 6 марта. Получается с конца октября 24 до первых месяцев 25 года. И, соответственно, с каждым новым этапом и будут появляться те самые премиальные партнерские паки. Как показалась ситуация с паком Арсенала, скорее всего, со всеми остальными паками нам также стоит ожидать главных тренеров с двумя бустами. И самый главный вопрос заключается в том, а не увидим ли мы каких-нибудь тренеров пораньше, в качестве отдельных наборов, как это было с Хаби Алонсо, Стойковичем и другими менеджерами, раньше, чем эти партнерские паки, с теми же самыми тренерами с двойным бустом. Вопрос остается открытым. Теперь же поговорим про пак, который появился в прошедший четверг, потому что он, по сути, дал начало всему этому действию. И это, по сути, первый взгляд на подобные паки, которые ожидают нас в недалеком будущем. Как я и говорил в отдельном ролике, посвященном очередному оперативному обновлению новой компании, по сути, пак особого интереса не представляет. Большинство игроков, которые в нем представлены, не сильнее своих предыдущих версий. Да, есть некоторые исключения в виде того же Бена Уайта или Деклана Райса, но также есть примеры и наподобие Букаю Сака, у которого изменился, грубо говоря, вообще только один пункт. Поэтому, если встанет вопрос, а приобретать ли данный пак, то стоит отталкиваться от рассуждений, а нужен ли вам новый главный тренер с двумя бустами. Ведь именно новый вид менеджеров, как по мне, является одним из немногих аргументов в пользу этого набора. Будем надеяться, что все оставшиеся наборы будут хоть сколько-нибудь привлекательными, нежели данный лондонский набор, потому что в прошлом году ситуация была обратная. Из представленных тогда наборов, пак с Арсеналом был одним из самых лучших, как по рейтингам, так и по представленным футболистам. И поэтому, учитывая, что в пользу приобретения данного пака говорит не так уж и много факторов, очевидно возникает вопрос, а стоит ли все это полторы тысячи золотых монет? Как по мне, не совсем. Если, конечно, вы не фанат Арсенала или, не знаю, начали играть в игру где-нибудь полгода или меньше того назад и не застали прошлогодние паки, тогда приобретение этого набора хоть сколько-то, но имеет смысл. В противном случае, особенно если у вас есть прошлогодний набор, то, наверное, не такая уж и сильная нужда. В комментариях под этим роликом я буду рад узнать ваше мнение Косэма всего ранее сказанного. Также пишите в комментариях, какой из паков планируете приобретать в будущем, поскольку времени достаточно, времени подокопить на один из них, а может быть даже и на несколько, должно вполне хватить. Если вы, конечно, не планируете открывать условные эпические паки с той же самой тройкой MSN и остальными. Также не забывайте поддерживать этот ролик своими лайками, так вы поможете его продвижению. Ну и подписывайтесь на канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до скорых встреч!